Космический корабль могу посоветовать прогуляться в. Всем здравия! Сегодня вы увидите аккумуляторный опрыскиватель Патриот. Один уважаемый человек по имени Антон Гришин сказал, что существует опрыскиватель для нищебродов, и я сразу же решил, что мне он срочно необходим. Купил я это чудо в магазине порядок за 2600 рублей. Естественно в комплекте год гарантии страданий. Когда я начинал работать я купил опрыскиватель жук. С ним я мучился год. После купил чемпион 257 и начал опрыскивать все что только можно. Деревья, участки, плитку. Даже обрабатывал чердаки от плесени и наносил пропитки биосчит и пожаросчит. Аппарат себя купил много раз. У него огромное количество плюсов, но есть и ряд минусов. Прежде всего это весовой аккумуляторный опрыскиватель весят в заправленном состоянии столько же сколько чемпион бензиновый пустой. Аккумуляторный работает практически бесшумно. Как оказалось это очень важно. Можно работать рано утром. Кроме этого новой бензинового мотора не сбегается толпа бабушек, которые вызывают полицию. Рассказывая что ты распыляешь вирусы и яды это агент газдепа. Учитывая что ты в этот момент обрабатываешь медным купоросом деревья. Можно работать в закрытых пространствах. Например на складах, крышах. Это актуально. Нет проблем с постоянными заправками и бензином. Можно спокойно возить в машине не боясь что весь салон будет в горючем. Да, есть необходимость периодически заряжать, но заряда хватает под все мои задачи. В день я делал 3-4 заказа на обработки садов и участков и мне хватало заряда. У себя обрабатывал почти гектар с одной остановкой на заправку у чаем. В этот момент подключал к сети опрыскиватель. Немного пройдемся по самой конструкции опрыскивателя. Он стильный модный молодежный. Бак на 10 литров рабочей смеси. Штанга метровая, вполне хватает для обработки деревьев высотой до 3 метров. На самом деле плодовые деревья и должны быть такой высоты. Поэтому можно сказать, что этот опрыскиватель удобен для обработки деревьев. Можно купить длинную штангу. У жука есть штанга, которая стоит 6 сотен и длина у нее 1,5 метра. Если сильно заморочиться, то можно и лестницу купить, чего уж там. Сам опрыскиватель имеет кнопку включения и регулятор интенсивности подачи. Я не совсем понял, почему у меня опрыскиватель работает и с выключенным тумблером. Наверное так положено. Рядом стоит разъем для зарядки. Она, естественно, оригинальна и в случае поломки вы не факт, что найдете замену. В опрыскивателе стоит свинцовый аккумулятор, который нельзя переворачивать. Служит он обычно около 5 лет, потом начинает конкретно терять емкость. Но это не беда. В автомагазине хороший аккумулятор такого размера стоит до 1000 рублей и меняется легко при помощи отвертки и какой-то матери. Вроде все супер. Кроме того, что штанга при резких движениях не всегда успевает за рукой и изображает из себя шпагу. Пару раз начинают лететь уплотнительные кольца, но все это лечится пересборкой узла. Как ни странно, но все начинает работать исправно. Но самым пиком унижения в этом аппарате послужили лямки. Те самые, на которых этот опрыскиватель висит на спине. Кроме того, что они тонкие, что понятно при стоимости опрыскивателя в 30 долларов, они не крепятся к нему в нижней точке крепления. Они просто цепляются как крючки и выскакивают при любом удобном случае. Это просто жесть. Это верх конструкторской мысли. Есть огромное желание взять шуруповерт и зафигачить их на саморезы прям в бак, но чтобы они не вылетали при каждом движении. Создается ощущение, что опрыскиватель собирается намеренно разбиться, чтобы слететь с гарантии. Опрыскиватель суицидник. Но, главное но. Если вам нужно обрабатывать гектар, а может и два, хотя бы в течение года пока есть гарантия, но нет на это денег, то данный аппарат выполнит все эти работы на отлично. В случае поломки можно будет попробовать сдать его по гарантии и сделать невинное лицо, типа у бабушки две сотки опрыскивали и он сломался. Просто нужно с ним аккуратно обращаться, не царапать и ставить на мягкую поверхность. За свою стоимость это просто супераппарат. Тем кто за эти деньги хочет космический корабль могу посоветовать прогуляться в. Автомагазины прикинуть себе стоимость данной конструкции, учитывая что там стоит аккумулятор, помпа, есть зарядка, бак, ситечка, штанга, три типа форсунок и шланги плюс гарантия. На идее лучше называется. Итак, подводя итоги могу сказать что я доволен и буду еще брать такие опрыскиватели. Это практично, дешево, удобно.